Добрый день. Моносерн, пожалуйста. Да, вот клинический пример. Пациентка 62-х лет. В 2009 году перенесла лечение по поводу рака молочной железы Т3Н2. Алюминальный рак. Была выполнена операция, адевантная химиотерапия. Далее принимала тамоксфен. Через несколько лет после завершения адевантной терапии тамоксфеном появились бойли в грудном отделе позвоночника. При ПЭТ-КТ выявлена очевидная деструкция. В 9-м грудном позвонке и в подвздошной кости. Начата терапия ингибиторами ароматазы плюс рибоциклип. И пациентка отметила уменьшение болевого синдрома. Через 3 месяца выполняется контрольный ПЭТ. И вот такие результаты. Очаг в грудном позвонке немножко увеличился в размерах. СУФ примерно такой же. И в подвздошной кости тоже размер примерно такой же. СУФ чуть увеличился. Заключение специалиста ПЭТ-КТ увеличение размеров и метаболической активности очагов в костях. Вот такая ситуация. Давайте сейчас послушаем, Алексей Александрович, потом обсудим. И еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь, насколько это возможно, вернуться в тайминг. Тем более, что, в принципе, многие вопросы уже были озвучены. Так, да, у нас в теории ПЭТ-КТ – это метод, который в себе сочетает две физических модальности. Оценку структуры опухоли и ее метаболической активности. И теоретически это может нам позволить более точно оценить все, что угодно. Стадию заболевания, распространенность, динамику процесса, наблюдать за заболеваниями. Но это, к сожалению, во многом остается только в теории. И на самом деле специфическая проблема для нашей страны, да, она даже не столько в ограничениях и возможностях ПЭТ-КТ, сколько в том, да, что вот так неожиданно получилось, что где-то в 2018-2019 году в онкологию свалилось огромное количество бюджетных средств. Столько, сколько не было до этого, да, и проблемы, которые можно вот по таким очень интересным публикациям на Вады Микуме оценить, она была просто-напросто в том, что система не могла это переварить, да, то есть это вообще можно такой, как отдельный период онкологической историографии наблюдать, да, что вот реально была проблема, об этом говорили федеральные чиновники, что назначают дешевые схемы, там поздно назначают инновационные препараты, медленно осваивают бюджетные средства и прочее, 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 да, были такие вот рейтинги своеобразные, какие регионы лучше осваивают бюджет, какие регионы хуже осваивают бюджет. И вот это вот самое, да, квадратно-гнездовое мышление, что вот давайте мы дадим денег и сразу все будет хорошо, оно в том числе распространилось и на диагностику заболевания, да, стали выделяться квоты и бюджеты на использование ПЭТ-КТ как самого инновационного, самого лучшего метода диагностики для этих больных, да, и опять же, та же система, которую все мы прораструем, объемы, да, вот, допустим, Москва сказала, что мы сделаем 50 тысяч ПЭТ-КТ-исследований. Пожалуйста, на эти 50 тысяч построили ПЭТ-центры, на эти 50 тысяч выделили бюджет, а если вы, да, то есть, получается, не назначаете ПЭТ-КТ, вы практически враг народу, и все из-за вас, из-за вас все плохо, пожалуйста, назначайте. И прошло какое-то время, да, ПЭТ-КТ стал более доступным методом диагностики, чем было раньше, да, но все еще сохраняются некоторые проблемы, и мы знаем, что, к сожалению, в любом случае наблюдать больных по ПЭТ-КТ, это гораздо дороже, чем с использованием альтернативных методов исследования. Попробуем понять, за что мы платим, да, и, в общем-то, это очень тесно связано с тем, для чего мы вообще обследуем наших больных, да, ну, по сути, три цели. Это подтвердить или исключить наличие метастазов, оценить эффективность процесса и оценивать эффективность лечения. Про наблюдение, в принципе, уже говорила Елена Игоревна, каких же из этих целей нам позволят достичь использования ПЭТ-КТ. Опять же, да, в теории все красиво, мы там можем раньше выявить диссеминированный процесс, отказаться таким способом от ненужного локального лечения. У больных, которые получают системную терапию, да, мы можем раньше выявить факт прогрессирования опухолепроцесса, соответственно, раньше применять лечение на более эффективное. Ну, и так далее. Как оно на самом деле? Да, мы знаем, что в некоторых ситуациях ПЭТ-КТ нам позволяет действительно более точно все оценить и гораздо лучше понять, о какой Ди-17 идет речь. Ну, яркий пример, да, костные метастазы, где там сцентография просто вот и рядом не стояла с ПЭТ-КТ. Мы знаем, да, что ПЭТ-КТ коррелирует с агрессивностью опухолепроцесса, да, что вот, опять же, сначала высоко злокачественные опухоли ведут себя агрессивнее, там, особенно с мутациями П-53, они лучше копят глюкозу, и такие больные живут хуже. Да, это так, с этим никто не спорит, но вот тут важно остановиться, да, и задать вот себе вопрос, а что дальше? Ну, хорошо, они живут хуже, но мы чем-то можем этим больным помочь, чтобы они перестали жить хуже и начали жить лучше? И тут неожиданно оказывается, что на самом деле нет. Это относительно свежее исследование, которое, опять-таки, показало, что больные, которые на фоне терапии, там, после первого курса им делают ПЭТ-КТ, и по современным критериям перцист, и те больные, которые на терапию не отвечают, они живут хуже, чем те, кто отвечает. Ну, допустим, да, но, опять же, что дальше? Исследование 2015 года, да, это больные, которые получали тростузумаб в Юркес по поводу рака молочной железы, оно не рандомизировано, им проводили терапию комбинации тростузумаба и лопатениба, и, опять же, да, показали, что вот те больные, которые рано отвечают по ПЭТ-КТ, они неплохо живут на этой комбинации, что вот как будто бы вот оно, да, вот та возможность там избавить часть пациентов, которые остаются чувствительными, например, Кантихер-2 терапия, избавить их от агрессивного перелечивания, от химиотерапии. Но, опять же, да, исследование 2015 года, где развитие этой мысли? Его нет. А, как мы очень часто знаем, да, что если какой-то проблеме было посвящено внимание исследователя, а потом вдруг обрыв, все, исчезло, тут, возможно, есть какая-то скрытая проблема. По ПЭТ-КТ у нас есть метаанализы, которые, да, демонстрируют, что мы действительно там, ну, примерно в 20% случаев можем поменять тактику лечения на основании данных под КТ. Можем какую-то больную с условно-локализованным раком оценить, как больную диссиминированную, да, отказать ей в локальном лечении. Но об этом уже говорил Сергей Алексеевич. Ну, ребят, пожалуйста, мы знаем, на самом деле, да, что рак молочной железы – это системное заболевание. Открыты циркулирующие опухоли в ДНК, циркулирующие опухолевые клетки. Но для нас не является секретом, да, то, что, по сути, любой процесс он диссиминирован. Но означает ли это, что его нужно лечить по-другому просто на основании того, да, что у какой-то конкретной больной, по данным ПЭТ-КТ, мы нашли вот, где именно у него, скажем, скопились, да, эти циркулирующие клетки и дали метастаз? Нет, не означает. Ну, про повышение стадии можно, в принципе, не говорить, да, но вот, опять же, в одной из публикаций авторы приводят такой вот, да, радостный, можно сказать, клинический случай. Больная со второй Б стадии, ей было сделано ПЭТ-КТ для стадирования, и у нее нашли метастазы в печени. И что? Ей дали химиотерапию, они исчезли, то есть, да, подтвердили, что метастаз. И вот здесь, к счастью, да, видимо, доктора, которые эту больную лечили, тоже к этому отнеслись с неким скепсисом, потому что пациентка все равно дальше пошла на локальное лечение. Но в теории, если бы ей было в локальном лечении отказом, она бы прожила дольше или меньше после этого. И вот на этот вопрос у нас, к сожалению, ответа до сих пор нет. Сейчас он перестанет рекламу повышать и политическую активность, но он, ну он. Второй очень важный вопрос, да, вот эта вот ранняя смена системной терапии на более эффективную, это принесет пользу пациентке или нет, да, вот опять же, клинический случай больная получает свою, пациентка получает свою терапию, да, в какой-то момент у нее выявляется такая проблема, как метаболическое прогрессирование опухолевого процесса, ей меняют лечение, и что как будто бы, да, она на него отвечает, что вот все хорошо. Есть исследования на этот счет, да, которые действительно показали, что если мы пациентов обследуем при помощи ПЭТ-КТ, а не при помощи ПЭТ-КТ, мы гораздо больше выявим вот этих вот ранних, по сути, незначимых прогрессирований, да, примерно, ну, гораздо чаще. Но если посмотреть, да, на некоторые другие заболевания, мы знаем, что это не всегда к чему-то приводит. Я смотрю не с того конца, с которого смотрит Михаил Юрьевич, мне вот это роднее рак яичников. Прекрасное исследование MRC-OV5, да, которое было посвящено оценке роли маркера ССС-125 для принятия клинических решений у больных с прогрессирующим раком яичников. Мы знаем, что он с некоторыми оговорками неплохо работает у этих больных. Это рандомизированные исследования, практически 500 пациентов к нему приняло участие. И их рандомизировали в две группы. Или на основании, да, роста концентрации маркера им меняли химиотерапию, или ее проведение откладывали до появления, да, радиографических или клинических признаков прогрессирующих. Что получилось? Ничего, никаких различий в общей выживаемости пациенток в зависимости от того, рано им начали химиотерапию по поводу рецидива или ее начали позже. Единственное, по сути, к чему это приводило, да, это к сокращению времени до начала второй линии химиотерапии и снижению качества жизни больных. Но это, наверное, не то, для чего мы лечим наших пациенток. Еще более мутный вопрос – это так называемое выявление олигометастатического опухолевого процесса, да, потому что на самом деле про это данные есть очень разные и очень противоречивые. Мне очень понравилось исследование, которое было представлено на АСКО последнего года, да, оно не лишено определенных недостатков, да, но, тем не менее, это рандомизированные исследования, в рамках которого была оценена роль дополнительного локального контроля при так называемых олигометастазах. И ничего, исследование оказалось негативным, и это тоже не позволило улучшить результаты лечения наших больных. Сейчас, правда, эта работа уже 23-го года, да, это единственное исследование на этот счет, которое я нашел, оно было посвящено именно вот этой проблеме, что давайте мы будем, мы сравним больных, которым мы делаем КТ, и пациентов, которые мы делаем ПЭТ-КТ, ну, либо сочетание одного и другого метода. И, в общем-то, это исследование действительно показало, что больные, которым делали ПЭТ-КТ, они почему-то жили лучше, чем те больные, которых наблюдали по КТ. Это, естественно, нерандомизированные исследования, да, это работа ратиспективная. Правда, здесь, как обычно, есть нюанс, и, возможно, вот эти вот позитивные различия выживаемости, они очень все объясняются, например, тем, да, что в группе пациентов, которым делали ПЭТ-КТ, было вдвое меньше больных, у которых были метазы в печени, зато было больше больных, у которых было просто поражение лимфоузлов. Больные в группе ПЭТ-КТ чаще получали химиотерапию, реже получали CDK4,6 ингабитра, и, возможно, вот такие незначительные различия как-то могли слегка повлиять на те результаты, которые мы получили по итогам этой работы. Но вместо заключения, что прогресс, конечно же, остановить невозможно. У нас, я уверен, что скоро появится новый, более эффективный трейсер, снизится стоимость ПЭТ-КТ, да, повысится его доступность, и там буквально в каждой подворотне пациентка сможет просто зайти потрогать с работы, сделать ПЭТ-КТ, и, конечно же, новые исследования, да, уточняют место этого метода в нашей практике. Но сегодня, пожалуйста, назначайте исследование, если вы знаете, что оно вам даст. Не принимайте последних поспешных решений, если обследование, которое пациентка сделала непонятно зачем, показало непонятно что. И, пожалуйста, игнорируйте находки ПЭТ, о которых бы вы не узнали при использовании других методов. Спасибо за внимание.